Мурат, ну ты поместишь сейчас что-то? Да, я вот думал. Не, он удобный. Эй, никого там нету, подожди, чтоб я вперёд не верю. А ты сцепление вычми. Забыл, да, что такое сцепление? Эй, иди сюда! Девочки. А, вот. Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли, красивая машина? Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Брательник. Поздороваться не вариант. Если ты меня можешь услышать, услышь меня. Нет, у нас в сознании автомобилестроения, где ещё вы остались. Можешь там встать, сказать им что-нибудь, передать там. Американцы уже айфон 12 придумали, мы ещё не его выпускаем, братан. Короче, я вот с батюшкой пообщался. Он с нами, короче, будет сегодня обзор вести. Пацаны, всем салам! Вы на канале Asato Channel. Я нашёл для вас что-то солнечное, что-то старое. Вот, ну, такое, знаете, вот, ну, как старый чемодан. У нас сегодня на обзоре вот такая вот куколка, вот такая вот игрушка, которую нам дали наши друзья. Просто позвонили там, написали «Борода, хочешь запор на обзор?» Хочу! Это наши друзья, детейлинг-центр М8. Предложили площадку. Парням отдельное спасибо вот вообще за автомобиль, за атрибутику. За братишку моего. Делаем, короче, мы обзор сегодня вот на этот всеми известный, многими любимый автомобиль, который веет какой-то эпохой, да. Всеми любимый запах. Как его вот называли всю жизнь, вот так его и продолжают называть. Запор. Все вы знаете историю автомобилестроения, да, то есть вы знаете, как вообще появился на свет этот автомобиль. Вспомните эпоху, да, как народ давал название своему любимому автомобилю, да. Любящий, да, вот если тебе говорят это слово, ты слышишь, у тебя ассоциация с автомобилем. Ну, в первую очередь, горбатый. Потом уходит горбатый, приходит ушастый, щебурашка, типа вот, ну, такой вот, знаете, вот, ну, в этих названиях боль, вот, ну, горбатый. В нем, я помню, у дядки он был, у него, сука, в нем сидеть было, когда он незаведенный, страшно. Я, вот, такое ощущение, как будто в этих машинах, вот, реально сейчас я бы наказывал детей. То же самое и это, да. Что мы имеем, да, давайте снимем всю эту мишуру. Пусть это будет вот так. Вот так. Вот так я хочу это сделать. Вот это кто нашел, я, где вы, где это нашли. Вот эти автомобили, самое что интересное, выпускали вплоть до 1994 года. В комментарии почитаешь, такие теплые воспоминания вызывает этот автомобиль. Ой, вспоминаю, у отца была такая, я вспоминаю там, блин, так тепло на душе становится. Что ты вспоминаешь? Как твой отец мучился, что ли, с ней? Ты это вспоминаешь? Что они, эти люди, вспоминают в Запорожье такого, что теплого может отсюда веять? Ее еще продолжают выпускать до, аж до 1994 года. Вот, когда уже у них на потоке стояла тачка Таврия. Тоже еще один ублюдок, я его чистый. И это происходит по сей день, в принципе. Как бы не было смешно, ребят, вот, ну, это теплая машина, да. Вот я сейчас на нее смотрю, это игрушка. Какой-то раритет, да, там, это воспоминания. Помнят не машину, помнят эпоху, она больше запомнилась не как тачка. Водители бы ее хотели бы уже забыть. Те, кто владели как автомобилем, они бы хотели забыть опыт владения запорожцем, да. Тепло не сама тачка, а эпоха. Эпоха людей, эпоха добра, эпоха, там, я не знаю, понимания, там, еще что-то. Вот что дорого людям вот в этом автомобиле. Те времена, которые они в нем проводили, там, и так далее. Отсъездили на них на рыбалку, там, или еще что-то, еще куда-то. Вот она. Вот это было сладко. Тачку, я думаю, батя не вспоминает, брательник. Этот автомобиль, это рестайлинг. Был первый ушастый, вот, ушастый, который у него на задних крыльях были так, уши, за что его так, в принципе, и назвали. Чебурашка, да. Все прекрасно знают, что двигатель у него находится в жопе. Он на воздушном охлаждении. Все знают эту болезнь, эту проблему. Это самая первая проблема, и поэтому она вашим отцам не давала покоя. Были уши, сзади еще были круглые фары. Потом 960... Какой он, блядь? 968-й, а потом у нее еще есть М-ка. Вот, пацаны, М-ка, та самая М-ка. 968-м. Даже Джереми Кварксон, если вы помните, тот легендарный кадр. У него, кстати, был он ушастый. Господи, здесь нет ключа. Да! Вот такие моменты. А это уже вот у нас М-очка. Просто выглядит он сейчас по меркам, да, вот, аутентично. В него садишься и пахнет вот древесиной. Стариной вот, реально, вот, дедулей вот от него пахнет. Вот она. Хочу заметить, вот эта ручка открывания капота, не этот, она намного удобнее и эффективнее, нежели сейчас у Нивы, которую до сих пор делают. Вот этот, ёб твою мать, тебе надо туда залезть там, дернуть. Автоваз, пожалуйста, спиздите у запорожца. Раз. Палочка, опа, аккуратная, понятная, свет. Вот он, его движок, сюда уже внедрили жигулевский генератор и карбюратор, бля, V-образная четверочка. 42 лошадиные силы, пацаны, 42! Это где-то 650 ослов. Может быть, не все целые, но ослов. Это вот зима-лето, я её называю. Опа, закрыли. На этом страшно ездить. Вахуй, если честно, бля. Двойной. Выхлоп. Одностволки. Её любили и прям не разлюбили. Ну, кайф был в чём. Этот был доступный автомобиль. Доступный. Его, ну, мог, может, не каждый себе позволить, но очень много людей могли себе его позволить, поэтому он стал и бестселлером. Это знаете, что для меня реально вот этот автомобиль? Этот автомобиль показатель. Показатель того, что сейчас в некоторых моделях Lada нихуя по сути не изменилось. Первое, это Нива. Ниву тоже делают с 70-х годов. Я бы сейчас охуел, если бы ещё запары делали. А ты представляешь? И они бы сейчас стоили где-то, ну, сколько? Где-то тысяч 450. Делали бы ему реста. Шестнарь бы поставили святой сюда, да? Там все дела, бля. Может быть, сделали бы его переднеприводным. Что-нибудь бы придумали, но эпоху бы они не тронули. Открываем багажник. Заднемоторный купе. Это Зазиратия. Или Зазирария. Чё там? Технологии. Опачки. Вот он багажник. Здесь у нас что? Запаска. Аккумулятор. Вот здесь её печка. Здесь стоит карбюратор. Вот свеча. Даже тогда. И до сих пор. Какая... Что тогда безопасности не было? Тебе наоборот, сюда ещё давали. Понимаю, чтоб ты нахуй с ней сгорел. Не дай бог что-нибудь с ней произойдёт. Там что-нибудь замкнёт. И там... Даже слов нет. Здесь ещё специальная горловина есть. В которую сливается бензин. И ещё он на улицу хуярит. Вы помните эпоху? Больше вы ничего не помните, бля. Малолетки, может, подойдут и скажут... Твою мать, это что, бля? Это советский брательник Bumblebee? Салон. Давайте перейдём к салону. Очень, ну, аутентичная тачка. Она очень атмосферная, конечно. Её можно долго обсмеивать. Угорать. На дне именно надо угорать. По-другому вот этот автомобиль в нынешних реалиях воспринимать вообще никак невозможно. Падаем. И вот, несмотря на то, что я с Курдюком, мне здесь, оказывается, ещё и пиздец как удобно. Такое ощущение, как будто тебе дали подстрачник. И ты резко очутился в советское время. Вот, ну, резко, моментально. Такой раз, и ты... Опа, совет. Неужели они вот так ездили? Ну чё, ребята, любите смотреть спор? Любите различные спортивные дисциплины? Тогда смотрите спорт с нашими друзьями из One X. Также для новичков действует специальная фича. Это страховка до 10 долларов. Плюс ко всему, вы можете получить по моему промокоду ASATA, вот по этому промокоду, до 100 условных единиц на первый депозит при первой регистрации. Ну, а если вам по кайфу, вы также можете воспользоваться вот этим вот QR-кодом. Всем удачи! Я вот сейчас, ну, реально вот сижу, да? Вот сижу вот в этом автомобиле и приглядываюсь к мелочи, да? Реально, приглядываюсь к мелочам, там, ещё что-то, да? Вот в этих мелочах я вижу ещё то, что было на Жигулях. Реально. Форточки. Выпускались аж до 2001 года, по-моему. Пока, блядь, ещё Шиха выпускалась. Ручки. Смотри на ручки открывания двери. Ни на чё, ничего не напоминает? Они выпускаются на Ниве. Только здесь железо было, ёб твою мать, блядь. А они сейчас пластик делают. Вот здесь где-то вот эта тема мне напоминает семёрочный багажник. Багажник, говорю, этот бардачок. Просто семёрочный. У него тоже здесь такие два пластинки. Понимаете? На... Ёбаный... Я... Я... Откуда просто это всё идёт? Вот это, знаете что? Это не сиденье. Это катапульта. О какой безопасности здесь могла тогда идти речь, что они даже никак, ну, не крепятся, да? Говорить о каких-то удобствах, ну, какие здесь удобства? Люди-то не поменялись. Всегда были рослые люди. Всегда были толстые, тучные люди. Всегда были худые люди, да? Там ещё что-то. Вот я сейчас сижу здесь и думаю, как они здесь ездили? Как здесь, блядь? Печку включил, и вот она дует. Вспомните, где это применялось? Помните? Жига. Семёрка. Вот здесь у него эта хуйня была, которую ты ногой постоянно задрачивал. Когда зимой ты включаешь, дует только в ноги. Так дует, что у тебя, блядь, носок гниёт. Просто что за люфт у неё? Я понимаю, что я сейчас на ней должен прокатиться, да? Мне страшно. Прокатился? Да, а что делать? Здесь же тормозов, блядь, нету. Они, ну, в смысле, изначально нету. В комплектацию тормоза не входили. Заранее где-то за 300-400 метров нажимать, и вот чтобы она докатилась, короче, до этого места. Либо носить с собой якорь. Якорь, раз, скинул, вау, блядь, прицепился. Пиздец. Ну чё, ехали удивлять людей? Просто понимаю, что это невозможно сейчас будет сделать. Не тормози. Если там реально, у него тормозов нету. Мне надо, блядь, ногу вытащить, блядь, и так кроссовком тормозить. Мы себя сейчас мелом обведем. Давай включим. И потихоньку поедем. 42 силы. Посмотри, вот я где останавливаюсь. Я торможу, и он не тормозит. Я... Ты на ту... Он не тормозит, в смысле, у него нету тормозов, блядь. Ты представляешь, мы сейчас на каких, блядь, ну вообще... Посмотри, я его. На честном слове. Бля, мы по-братски чисто двигаемся. Вот, блядь, вот, смотри, он ещё набирает, типа, блядь. Ну, тормозит, так надо притормозить. Бля, ебать, не, я контролирую. Люфт просто дичайший. За что любить это, блядь? Ох, ёб твою мать. Чё я сделал? Надо, блядь, перестроиться. Тормози, тормози. Тормози, блядь. Сейчас, блядь, на зелёного, красный. Они все спалились. Пока ехали, скажи, уже красный, блядь. Пиздец, салам. Все меня, конечно, узнают, блядь. Да бля, открюти там о чё-нибудь. Как тебе, брательник? Воспоминания есть об этой машине? Добрый. Добрый. Тебе, посолка, чуть не врезался. Так, пацаны, эй, я на запоре, блядь. Здесь на нём надо трогаться и тормозить, я его... Может, блядь, задрифтить на нём? На вторую мы переключились, брательник. Держись, да. В натуре держись, а в натуре говорю. Опа. Доехать бы до этого разворота, четвёртую. Ба, мы на четвёртой, братка. Мы щас едем в сорок. Следующий же поворот. Бля, пацаны, блядь. Лега, чипоком. Тип с геликом в охуе. Люди маячат, людям нравится. Они вспоминают, да, ну, знаешь, маячат. Базару нет, базару нет. Любят всё равно, блядь, за что-то этот автомобиль. Да, мы на четвёртой, братуха. Четырёхступенчатая здесь всего лишь, братец. Нормально ты держишься? Я щас буду с ручником заходить. Тан, здесь можно отдохнуть. Здесь меня по-любому никто не пропустит. Я его, ну, я знаю. Ахахаха. Он, брательник, ты, конечно. Стой, 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 стой. Сейчас мы в него. Заехал, блядь. Верхраза еще одиннадцать. Брат, ты здесь, брат. Эй, а с Каеном щас? О, тормозь, блядь. Не, он эска. Души, братуха. Души, братуха. Да, сейчас зимой, в это время года, автомобиль такого цвета привлекает внимание. Я как солнышко, блядь, езжу по городу на нём, да. Ярко-желтый такой цвет. Я вижу восторженные взгляды людей. Людям нравится эта машина, да. Я думаю, мало кого, ну, из тех, кого я увидел, да, там, и так далее, мало у кого вызвала она какие-то тёплые ощущения, там, знаете, вот воспоминания, там, или ещё что-то, да. Она больше сейчас воспринимается как, эээ, я даже не знаю, как что-то шутеечное, да, как что-то прикольное. По сути, это реально сейчас что-то прикольное на дороге, не более. Эээ, ну, хрен его знает. За что люди любят это, любили этот автомобиль. С ним люди больше мучились, наверное, я так думаю, хрен его. Поэтому очень многие люди восторгаются, но ещё раз говорю, если что-то вызывает, для воспоминания в этом автомобиле, это хорошая, добрая, тёплая эпоха, вот. Когда люди любили друг друга, да, когда они воспринимали, ну, всё иначе. То есть сама эпоха была другая. Больше ничего в этом автомобиле доброго нету. Не обманывайте себя, не автомобиль приносит, а эпоха. Эпоху вы любите. Ну, а с вами был Марат Бородак Олив и канал Asato Channel. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно комментируйте это видео. Я не знаю, сейчас очень много хейта может палиться на меня. Типа, вот ты запор обосрал. Нет, я запор не обосрал. Я просто по факту сказал, что запор как сейчас, в данное время, да и тогда. В принципе, тогда это было можно ему простить. Сейчас это, конечно, в понимании любого автолюбителя, это просто самое-самое дно. Это олицетворение того, что сейчас происходит. Как не давали тогда, ну тогда не могли дать, может быть. А сейчас могут и не дают. Это нормально в нашей стране, к сожалению. Так что всем пока. Берегите себя, ребят. Еще раз говорю, берегите себя. Увидимся в каком-нибудь новом клевом обзоре. Давайте, пацаны. Обнял, заплакал, подкинул, не поймал.